Всем привет, с вами снова Владислав Фомин. Ну вот 2018 год и настал. Давненько я не выпускал рубрику ответа на самые популярные вопросы, которые задают мне подписчики. Вторая часть видео вышла 10 августа 2017 года. За этот промежуток времени появились вопросы, которые стоит обсудить. Итак, начнём. Первый вопрос. Когда выйдет видео с тестом дамага 103 плюс 13 ружья? Данный вопрос прям очень популярный, его мне часто задают и вконтакте, в личном сообщении, и в комментариях под видео на ютубе. Ну что могу сказать по этому поводу? Я давал задания для своих подписчиков. Когда наберётся 1000 подписчиков, я выпущу видео с тестом дамага 103 плюс 13 ружья. Аудитория моего канала выполнила моё задание. Сейчас уже 1158 подписчиков. Остаётся дело за мной. Для того, чтобы отснять кадры для данного видео, мне нужно купить вип-статус на 30 дней и 2 камня в вечку 5 плюс 5 процентов силы физической атаки. Так как я играю полностью без доната, для меня это проблематично. Плюс ко всему я стал мало заходить в игру. Как только я куплю всё необходимое для теста, я сразу сделаю видео. Вам остаётся только ждать. Второй вопрос. Какая у меня статистика канала? Очень мало кто из ютуберов показывает статистику своего канала. Но я не скрываю этого и поделюсь информацией с вами. Покажу и оглашу статистику своего канала с момента создания канала. По 31 декабря 2017 года. Канал был создан 20 января 2014 года. Кстати, скоро день рождения моего ютуб канала. Всего время просмотра 571 493 минуты. Всего просмотров на моём канале 209 525. Лайков 5530. Дизлайков 1488. Комментарии 783. Подписчиков 1144. Это на момент 31 декабря 2017 года. Третий вопрос. Почему Оксана не возвращается в Карос? Но тут есть несколько причин. В Карос она начинала играть из-за меня. После того, как она узнала, что из себя представляет Карос, ей не особо-то захотелось продолжать в него играть. Веда Карос она играла несколько лет в Архейдж. Состояла в топовой гильдии, да и сама была одета и прокачена на достаточно высоком уровне. А Архейдж с Каросом вообще нет смысла сравнивать. Две игры совсем с разным уровнем. В Архейдже совсем по-другому идёт фарм, прокачка персонажей и всё остальное. Кстати, Оксана много залипает в ютубе. Смотрит разные видосики, а также занимаетесь своими интересами по жизни. Поэтому единственное, что её сможет спровоцировать вернуться в Карос, так это ваше желание и активность под видео, что вы заинтересованы в её возвращении. Четвёртый вопрос. Боюсь ли я бана своего аккаунта в Каросе? Это очень глупый вопрос. Конечно, я боюсь бана своего аккаунта. Ведь я играю в Карос с его открытия. Столько времени и сил на него потратил. А ведь Карос вышел 6 октября 2010 года на русские сервера. А сегодня уже 5 января 2018 года. Пятый вопрос. За что мне могут дать бан в Каросе? Да на самом деле за что угодно. Единственная официальная причина, по которой мне могут дать бан, это за рекламу сайта продажи игровой валюты. По политике игры это якобы запрещено. Но вот только сами посудите, что бы изменилось в экономике игры, если бы я не рекламировал данный сайт. Люди также бы продавали и покупали игровую валюту между собой. Данный процесс никак нельзя прекратить. А вот с моей стороны польза для Кароса была бы прекращена. Ведь за этот период времени я очень много привёл новых игроков в Карос, многие из которых донатили крупные суммы и даже по сей день не прекращают этого делать. Помимо большого количества людей, я также многих игроков спровоцировал играть канониром. Вспомните, как мало людей играли канами. До того, как я начал его популяризировать и продвигать как успешного и хорошего класса персонажей. Помимо этого, сколько я сделал обзоров по Каросу. А ведь многих игроков до сих пор удерживают в игре мои обзоры, которые помогают разобраться во всех тонкостях игры. Где фармить, что качать, как фаниться и многое другое. Не каждый новый игрок способен легко сам разобраться в игре. Ему проще зайти на ютуб и найти видео с ответами на интересующие его вопросы. Поэтому, если бы администрация дала бы мне бан в Каросе, я бы точно начал играть по новой. Но вот уже не стал бы делать обзоры по игре, а начал бы медленно, но плавно своих видео тыкать на косяки админов и разработчиков, чего до сих пор не делаю взамен на свои косяки. Услуга за услугу, так сказать. А ведь нас уже 1158. Согласитесь, неприятно от блогера вместо интересных познавательных видео видеть видео, где обсирают регулярно игру и тех, кто за ней следит. Рано или поздно это начнет надоедать тем, кто принял бы решение дать мне бан. Рекламу своих видео я прекращать делать не собираюсь. Это мой основной доход от видео, которые я стараюсь делать для вас, моих зрителей и для всех игроков Кароса. Шестой вопрос. Когда я наконец свой квадратный монитор поменяю на нормальный? Но тут что могу сказать, понятия не имею. У меня сейчас нет такого дохода, чтобы я смог копить на нормальный монитор. А нормальный монитор для моей системы будет стоить от 50 с лишним тысяч рублей. Монитор как затычку мне нет смысла покупать. Лишняя трата денег. Седьмой вопрос. Когда я начну выпускать обучалки по стритворкауту? Но одно могу сказать. Однозначно не раньше лета, ибо я достаточно долго не тренил, а сейчас потихоньку восстанавливаюсь. Да и зала для занятий именно воркаута у меня нету. Поэтому нужно дождаться лета, хорошего тепла и хорошего уровня своих умений. Восьмой вопрос. Почему я не хочу играть в другие локализации Кароса? Но у меня хватает желания играть только в русскую локализацию. Тут и вся моя аудитория, и все мои друзья, и самое важное, тут персонаж, в который я вложил свою душу. У меня нету желания играть в каком-то новом месте, строить всё по новой. Да и кстати говоря, я тот человек, которого устраивает русская локализация Кароса. Я даже вижу плюсы у русской локализации и могу сделать видео на эту тему. Но для вас есть задание. Данное видео должно набрать 5000 просмотров или 300 лайков. Всё зависит от вас, мои зрители. Не ленитесь ставить лайки и делиться моими видео с другими. Девятый вопрос. На что я трачу заработанные деньги со своего YouTube-канала? Всем известно, что мой основной заработок идёт с интеграцией рекламы в своих видео. Теперь расскажу, сколько и на что я трачу заработанные деньги. Оплата своего домашнего интернета. В месяц я плачу по 600 рублей. Оплата тарифного плана на своём смартфоне. В месяц я плачу по 400 рублей. Оплата за свет. В месяц у меня нагорает свет от 700 до 1100 рублей. Оплата за воду. В месяц я трачу воду на сумму от 400 до 600 рублей. Ну вот, в принципе, и всё. Весь доход я трачу, в общем-то, на коммунальные платежи. Лишнего ничего от заработка не остаётся, к сожалению. И последний, десятый вопрос. Как я отношусь к хейтерам? Да очень просто. Я бы сказал пофигистично. Я никогда не обращаю своё внимание на тех, кто меня пытается как-то унизить или оскорбить, или задеть. Я очень грамотно подхожу к данному поведению людей, где, считая нужным, приму критику, где нет, просто проигнорю. Также я извлекаю определённые плюсы от хейтеров. Чем больше меня обсуждают, тем популярнее становлюсь я. Хейтеры помогают развиваться, они помогают пиарить. Поэтому всем советую включить мозг и где нужно принимать критику, а где нет вообще пропустить её мимо себя. В первую очередь у вас своя голова на плечах. И вы сами решайте, что и как делать. Есть люди, которые реально хотят вам что-то подсказать или помочь. Но таких где-то 5 от силы 10% всей публики Ютуба. Остальные же 90% готовы сравнять вас с дерьмом, унизить и растоптать. Они получают от этого кайф, но сами при этом ничего не добились в своей жизни. Зато других обсуждать, сидя дома, это прям мастерство. Кто согласен со мной, напишите ниже в комментариях хэштег «Владтыправ». Посмотрю, кто солидарен со мной. А теперь бонусный конкурс для всех желающих. Любой, кто примет участие в конкурсе и выполнит все пункты правильно, получит 5 миллионов карат на сервере Азмара Тэмптерон. Вы скажете «мало»? Ну дело ваше. 5 миллионов карат на дороге не валяются. Итак, условия конкурса. Поделиться данным видео в социальной сети ВКонтакте и закрепить данное видео у себя на стене. Видео должно быть размещено на вашей стене не менее 3 дней. А также вступить в мою группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет в описании под видео. Под данным видео на Ютубе ниже в комментариях указать ссылку на свою страницу ВКонтакте. Ник своего персонажа на сервере Азмара Тэмптерон без ошибок. А также уровень своего персонажа и какое-либо пожелание для меня. Пример того, как и что нужно написать, я оставлю ниже в комментариях. Пометка. В конкурсе участвует только основная страница ВКонтакте и персонаж 70-го с плюсом уровня на сервере Азмара Тэмптерон. Фейковые страницы и твины будут лишены приза. Итоги конкурса буду проводить с 30-го по 31-го января. Заблюдайте условия конкурса, если не хотите недоразумений. Обязательно подписывайтесь на канал. Также зовите своих друзей и знакомых. Не забывайте ставить лайк под видео, если хотите меня поддержать. А также вступайте в группу ВКонтакте. Там есть много полезной информации. Ссылка на группу ВКонтакте, а также название трека, который я использовал в видео, будут в описании под видео. Всем удачи и до новых встреч!